Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава девятая. На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Безил Холлорд. «Очень рад, что застал вас, Дориан», — сказал он серьезным тоном. «Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что вы в опере. Разумеется, я не поверил и жалел, что не знаю, где вы находитесь. Я весь вечер ужасно тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало второе. Вам надо было вызвать меня телеграммой, как только вы узнали. Я прочел об этом случайно в вечернем выпуске Глоба, который попался мне под руку в клубе. Тотчас поспешил к вам, да к моему великому огорчению не застал вас дома. И сказать вам не могу, до чего меня потрясло это несчастье. Понимаю, как вам тяжело. А где же вы вчера были? Вероятно, ездили к ее матери. В первую минуту я хотел поехать туда вслед за вами. Адрес я узнал из газеты. Это помнится где-то на Юстон-Рот, но я побоялся, что буду там лишней. Чем можно облегчить такое горе? Несчастная мать. Воображаю, в каком она состоянии. Ведь это ее единственная дочь. Что она говорила? Мой милый Безилл, откуда мне знать? Процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. Я был в опере. Напрасно и вы туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, дяди Гвендолин. Мы сидели у нее в ложе. Обворожительная женщина. И Пати пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну а что касается матери Сибилы, она не одна. У нее есть еще сын и, кажется, славный малый. Но он не актер. Он моряк или что-то в этом роде. Ну расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете? Вы были в опере? С расстановкой переспросил Безил. И в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. Вы поехали в оперу в то время, как Сибилла Вейн лежала мертвая в какой-то грязной коморке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Пати, когда девушку, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, через которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу? — Перестаньте, Безил, я не хочу ничего слушать, — крикнул Дориан и вскочил. — Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое. — Вчерашний день для вас уже прошлое? — При чем тут время? Только людям ограниченным нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами. Дориан, это ужасно. Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры. Вы были самый неиспорченный юноша на свете. А сейчас? Не понимаю, что на вас нашло. Вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Все это влияние Гарри. Теперь мне ясно. Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуты смотрел на зыбкое море зелени в облитом солнцем саду. Я обязан Гарри многим, сказал он наконец. Больше, чем вам, Бейзел. Вы только разбудили во мне тщеславие. Что же, я за это уже наказан, Дориан. Или буду когда-нибудь наказан. Не понимаю я ваших слов, Бейзел, воскликнул Дориан, обернувшись. И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну скажите, что вам нужно? Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, с грустью ответил художник. Бейзел. Дориан подошел и положил ему руку на плечо. Вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой. Покончила с собой? Господи, помилуй, неужели? Ахнул Холлорд в ужасе, глядя на Дориана. А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? Конечно нет. Она лишила себя жизни. Художник закрыл лицо руками. Это страшно, прошептал он вздрогнув. Нет, возразил Дориан Грей. Ничего в этом нет страшного. Это одна из великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенные актеры, как правило, ведут жизнь самую банальную. Все они примерные мужья или примерные жены. Словом, скучные люди. Понимаете, мещанская добродетель и все такое. Как не похожа на них была Сибила. Она пережила величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. Последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла плохо от того, что узнала любовь настоящую. А когда мечта оказалась несбыточной, она умерла, как умерла некогда Джульетта. Она снова перешла из жизни в сферы искусства. Ее окружает орел мученичества. Да, в ее смерти весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота. Однако не думайте, Базил, что я не страдал. Вчера был такой момент. Если бы вы пришли около половины шестого, или без четверти шесть, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри, он-то и принес мне эту весть, не подозревает, что я пережил. Я страдал ужасно. А потом это прошло. Не могу я тоже чувства переживать снова. И никто не может, кроме очень сентиментальных людей. Вы ужасно несправедливы ко мне, Базил. Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны. Но застали меня уже утешившимся. И злитесь. Вот оно, людское сочувствие. Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который 20 лет жизни потратил на борьбу с какими-то злопотреблениями или несправедливым законом и забыл уже, с чем имену. В конце концов, он добился своего. И тут наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать. Он умирал со скуки и превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг, если вы действительно хотите меня утешить, научите, как забыть то, что случилось, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве. Помню, однажды у вас в мастерской мне попалась под руку книжечка в веленивой обложке. И листая ее, я наткнулся на это замечательное выражение «Консуласьон де завт». Право, я нисколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы вместе ездили к Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой костей, красивое убранство комнат, роскошь, пышность – все это доставляет столько удовольствия. Но для меня всего ценнее тот инстинкт художника, который они порождают или хотя бы выявляют в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных страданий. «Знаю, вас удивят такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я созрел. Когда мы познакомились, я был мальчик. Сейчас я мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим. Однако я не хочу, Безел, чтобы вы меня за это разлюбили. Я переменился, но вы должны навсегда остаться моим другом. Конечно, я очень люблю Гарри, но я знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни. Но вы лучше. И как нам бывало хорошо вместе. Не оставляйте же меня, Безел, и не спорьте со мной. Я таков, какой я есть. Ничего с этим не поделаешь». Холуард был невольно тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве художника. У него не хватило духу снова упрекать Дориана, и он утешался мыслью, что черстость этого мальчика лишь минутное настроение. «Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства». «Ну хорошо, Дориан», промолвил он наконец с грустной улыбкой, «не стану больше говорить об этой страшной истории, и хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали?» Дориан отрицательно покачал головой и досадливо поморшился при слове «в следствие». Он находил, что во всех этих подробностях есть что-то грубое, пошлое. «Моя фамилия там никому неизвестна», пояснил он. «Но девушка-то, наверное, ее знала?» «Нет, только имя. И потом я совершенно уверен, что она не называла его никому. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются, кто я такой, но на их вопрос она отвечает только, что меня зовут Прекрасный Принц. Это очень трогательно, правда?» «Нарисуйте мне Сибилу Безил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах». «Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас». «Никогда больше я не буду вам позировать Безил. Это невозможно!» Почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него. «Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал?» «А кстати, где он?» «Зачем его заслонили экраном?» «Я хочу на него взглянуть, ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан». «Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол?» «То-то я как вошел сразу почувствовал, что в комнате словно чего-то не достает». «Мой лакей тут ни при чем, Безил. Неужели вы думаете, что я позволяю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня. И больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил. В этом месте слишком резкое освещение». «Слишком резкое?» «Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть». И Холуард направился в тот угол, где стоял портрет. Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком опередив Холуарда, он встал между ним и экраном. «Безил», — сказал он страшно побледнев, «не смейте. Я не хочу, чтобы вы на него смотрели». «Вы шутите? Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение?» «Это еще почему?» — воскликнул Холуард со смехом. «Только попытайтесь, Безил, и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашиваете. Но знайте, если вы только тронете экран, между нами все кончено». Холуард стоял, как громом пораженный, и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким. Лицо Дориана побелело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал. Дориан! Молчите, Безил! «Господи, да что с вами?» «Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть», сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. «Ну это просто дико, запрещать мне смотреть на мою собственную картину. Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, осмотреть ее я все равно должен. Так почему бы не сделать этого сейчас? «На выставку? Вы хотите ее выставить?» переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душе его закрадывается безумный страх. «Значит, все узнают его тайну? Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни?» «Немыслимо. Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как?» «Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать», говорил между тем художник. «Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице СЭС. Откроется она в первых числах октября. Портреты увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом, если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им». Дориан Грей провел рукой полбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели. «Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите. Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку. Вы это, конечно, помните». И Гарри вы говорили то же самое. Дориан вдруг умолк и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал ему раз полушутя, «Если хотите провести призанятные четверть часа, заставьте Безил объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением». «Ага, так может быть и у Безила есть своя тайна? Надо выведать ее». «Безил», начал он, подойдя к Холорду очень близко, глядя ему в глаза. «У каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?» Художник вздрогнул и невольно отступил. «Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной, и, пожалуй, будете меньше любить меня. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остаетесь вы, и я смогу всегда видеть вас. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы». «Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Безил», настаивал Дориан Грей. «Мне кажется, я имею право знать». Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Хоулорда. «Сядемте, Дориан», сказал тот, не умея скрыть своего волнения. «И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам». «Ох, Безил», вскрикнул Дориан, дрожащими руками, сжимая подлокотники кресла и в диком испуге, глядя на художника. «Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дориан. Сначала выслушайте меня. С первой нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником, как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил». Конечно, я никогда ни единым словом не обмолвился об этом, ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным. Пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги душе опасны. Не знаю, что страшнее, власть их над душой или их утраты. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец, мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любое с чудом своей красоты в недвижном серебре его тихих вод. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство. Были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день, роковой день, как мне иногда кажется, я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть. Не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот. Не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная. Но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно, ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня. Ну да, это меня ничуть не задело. Когда портрет был окончен, я, глядя на него, почувствовал, что я прав. А через несколько дней он был увезен из моей мастерской. И как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника. Больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувство художника не отражается в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках, и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его. Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну, а теперь я вижу, что вы правы. Портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дориан. Перед вами нельзя не преклоняться. Вы созданы для этого. Я так и сказал тогда Гарри. Дориан Грейс облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели. Губы улыбались. Опасность миновала. Пока ему ничто не грозит. Он невольно испытывал глубокую жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, способен ли он когда-нибудь оказаться всецелого властью чужой души. К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасно. И только. Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже? Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете, сказал Базил Холлорд. Вы вправду это заметили? Кое-что я заметил, и оно меня сильно поразило. Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет? Дориан покачал головой. Нет, нет, и не просите, Базил, я не позволю вам даже подойти близко. Так может, потом когда-нибудь? Никогда. Что ж, может, вы и правы. Ну прощайте, Дориан, вы единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам. Если бы вы знали, чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал. Да что же вы мне сказали такого, дорогой Базил? Только то, что вы мной слишком восхищались? Право, это даже не комплимент. А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь, и после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами. Исповедь ваша Базил обманула мои ожидания. Как так? Чего же вы ожидали, Дориан? Разве вы заметили в портрете еще что-то другое? Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? О преклонении вы больше не говорите, это глупо. Мы с вами друзья, Базил, и должны всегда оставаться друзьями. У вас есть Гарри, сказал повар Туннелла. Ах, Гарри, Дориан рассмеялся. Гарри днем занят тем, что говорит невозможные вещи, а по вечерам творит невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Базил. И вы опять будете мне позировать? Нет, этого я никак не могу. Своим отказом вы губите меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит. Не могу объяснить вам причины, Базил, но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью. Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно. Для вас, пожалуй, даже приятнее, огорченно буркнул Хоулорд. До свидания, Дориан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну да что поделаешь, я вас вполне понимаю. Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Базил, как он в своих догадках далек от истины. И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга. После исповеди Базила, Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность. Все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагичное было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью. Он вздохнул и позвонил Лакею. Портрет надо во что бы то ни стало убрать отсюда. Нельзя рисковать тем, что тайна раскроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых.